В Славянском районе прошла третья техническая конференция радиолюбителей, которых в нашем крае и муниципалитете немало. Несмотря на огромный шаг, который сделала наука в развитии радиосвязи, сегодня сотовые телефоны и интернет доступны каждому. Интерес к этому направлению технической деятельности не исчезает и продолжает развиваться. С подробностями мои коллеги. Здравствуйте, уважаемый оператор поселок Прикубанский, конференция кубанских радиолюбителей. Меня зовут Ярослав. Принимаю вас с рапортом «пятерка-девятка» на приеме к приему. Антон Васильевич Зинаидов, З6АДМ. Добрый день, Ярослав. Приветствую вашу конференцию. Борис, поселок Падеево, недалеко от Анапы. 5-9, громко слышу на приеме. Несмотря на доступность мобильных телефонов и интернета, живое общение в радиоэфире ничем не заменить, уверены те, кто хоть раз смог поймать сигнал и услышать голос человека, находящегося за десятки километров. Для того, чтобы связаться друг с другом, радиолюбители готовы часами самостоятельно собирать радиостанции, настраивать антенны, совершенствовать качество передачи и приема сигнала, порой делая открытие. Именно так и произошло у радиолюбителей из Краснодара Александра Грачева, которому удалось разработать антенный элемент, благодаря которому появилось целое семейство новых антенн. Кто бы мог подумать, что радиолюбительская такая разработка даст новому направлению развития науки, и с тех пор уже появился новый класс антенн, который называется комбинированные звучащие системы. У нас в России этим занимаются два института, омские и томские политехи, и, наверное, более десятка самых различных компаний в мире занимаются. Свою антенну Александр Грачев представил на третьей технической конференции радиолюбителей, которая прошла в хуторе Прикубанском. Инициатором и организатором конференции выступает наш земляк Николай Безуглый, под руководством которого в поселении вот уже много лет работает клуб юных радиолюбителей. Одна из основных задач конференции – обменяться накопленным опытом, и, что самое главное, приобщить подрастающее поколение к такому интересному и увлекательному занятию. Студентам Славянского сельскохозяйственного техникума, которые были приглашены на конференцию, рассказали об истории появления радио, об основных принципах его работы, ну и, конечно же, провели демонстрацию радиосвязи с другими городами. Надо отметить, что радиосвязь – это не просто хобби, это еще и спорт. В Союзе радиолюбителей Краснодарского края официально зарегистрировано около 400 человек. Они участвуют в чемпионатах России, Кубке Кубани, завоевывают призовые места. Цель, я считаю, всей конференции одна. Вот вы видели, да, что там находились молодые люди, девушки. Привлечь, привлечь молодежь к этому довольно интереснейшему хобби – радио. Поверьте, это очень и очень интересно. Это развивает ум, это развивает дисциплину. Ну, спорт – он всему голова. В конференции приняли участие радиолюбители Северского, Приморско-Ахтарского, Крымского, Абинского, Василковского, Анапского районов и города Краснодара. Многие из них – за вклад в развитие движения радиолюбителей Кубани, за свои новаторские идеи и разработки, были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...